Всем добрый день! Сегодня будем шить вот такую летнюю блузочку на резиночке вверху. Шить я буду со старого платья. Рукавчик шьется быстро и легко. Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной. Всем добрый день! Сегодня мы опять шьем блузочку из старого платья. Вот такое платье мне принесли, типа шифончика ткань. И надо пошить блузочку на резиночке. Значит, нижняя часть пойдет у нас на блузку, верхняя часть пойдет на рукавчики. Размер 46. Вот прикладываем и определяемся. Вот 46 размер. Например, 46 сантиметров, а это немножко на свободу. Все прекрасно. Длина блузочки должна быть 40 сантиметров. Все идеально. Так что кроить будем без выкройки. И вообще нижнюю часть переделывать не будем. Боковые у нас останутся. И даже вот внизу подшивочка останется. Разрезаем так. А с верхней части будут рукавчики. Тут вот шовчики. По шовчикам вот так все разрезаем. Итак, нижняя часть платья будет у нас самой блузкой, полочка и спинка. Полочку пометила ниточкой. Значит, шириной мы определились, длиной тоже. Осталось вырезать только пройму. Ширина проймы по полочке вычисляется следующим образом. Обхват груди, он у нас 92, делим на 16, плюс 1 сантиметр, итого 6,7 сантиметра. Ширина проймы спинки. Обхват груди делим на 16, минус 1 сантиметр, равняется 4,7 сантиметра. Глубину проймы просто берете на фигурке, сантиметром замеряете. Я замерила, у меня получилось 13 сантиметров. Но 2 сантиметра надо прибавить, здесь у нас будет рюшек, сантиметр на подкипку, итого 16 сантиметров. Утомлять вас не буду, как вычертить пройму. Взяла вот такую линеечку, приложила, значит здесь у нас 16, здесь у нас 6,7. Это пройма для полочки. Аналогично сделала для спиночки, здесь 4,7. Вычерчиваю, пройма наша готова. Все, полочка, спинка готовы. Иголочки удаляем, занимаемся рукавчиком. Так, занимаемся рукавчиками. Ткань сложили в 2 слоя, лицевой стороной вовнутрь. Пометила, где у нас полочка, потому что ткань легкая. Так вот играет в руках, потом будет тяжело понять, где пройму пришивать к спинке, а где к полочке. Поэтому вот я пометила. Так, прикладываем свои мини-выкройки. Здесь прибавляем сантиметрик на шов. Это у нас полочка. Это у нас спиночка. Вырезаем. И потом сшиваем. Длина рукавчика у каждого своя, но тем не менее, скажу, в моем случае 26 сантиметров, ширина 36 сантиметров. Итак, вот у нас полочка. Она чуть-чуть у меня ниже на сантиметр, чем спиночка. Вот наша меточка с ниток. Вот наш рукавчик. Тоже полочка. Складываем лицевая к лицевой. Срез к срезу. Шовчик здесь к шовчику. Скалываем булавочками. А еще лучше наживить, если ткань такая вот, как у меня, капризная. И пришиваем рукавчик один и другой. Рукавчики вшили. Теперь берем и обрабатываем зигзагом верхнюю часть блузки. Это и рукавчик, и спинка полочка. Подгибаем на изнаночную сторону примерно сантиметрик. И обрабатываем зигзагом. Зигзаг 4. Плотность 0,9. Теперь берем и обрезаем лишнюю ткань, чтобы у нас получилась красивая обработка зигзагом. Ножницы должны быть не с острыми кончиками, а вот такие. Также обрабатываем и не с рукавчика. Блузочка наша почти готова. Осталось только посадить на резинку, верхнюю часть блузочки. Вот такую резинку я буду использовать, которая наматывается на челночную шпульку. Наматываем вручную, растягивая резинку. Если присобрать надо много, то есть если блузка очень широкая, и присобрать надо много, у вас есть возможность присобрать, растягивайте резинку посильнее. Если присборка должна быть меньше, растягивайте резинку слегка. Сначала попробуйте на каком-то кусочке прострочить. Итак, внизу у нас резиночка, вверху обычная нитка. Шьем обычной строчкой. Вначале делаем закрепочку, а потом для верности эту резиночку еще можно будет завязать одна с другой. От края 2 сантиметра, как мы и планировали. Обычно машинка шепчет, а вот когда резинка, то вот такой звук получается. Просто шьем, резиночка делает свое дело и присобирает ткань. Вот так получается. Первую строчку прострочили. Делаем закрепочку в конце. Завязываем на изнаночной стороне резиночку и проложим вторую строчку на ширину лапки. Можно даже 3 прострочить строчки, будет еще красивее. Вторую строчку прокладывать немножко сложнее, потому что надо растягивать первую строчку. Блузочка наша готова полностью. Отглаживаем. Ну, придется померить на манекен, потому что клиентка не захотела на камеру сниматься. Вот так вблизи выглядит резиночка с лицевой, с изналочки. Вот такая блузочка у нас получилась. Кроется быстро и шьется легко. Надеюсь, мое видео вам пригодится. До свидания. Всего доброго! Продолжение следует... Продолжение следует...